12 сентября Россия нанесла ракетный удар по гражданскому судну в Черном море, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Корабль с грузом пшеницы направлялся в Египет. Сразу после выхода из украинских территориальных вод он был атакован армией страны-агрессора. 20 сентября Москва ударила ракетами по гражданской и припортовой инфраструктуре Одессы. В ООН заявили, такие действия создают угрозу для мировой торговли. Мы видим здесь и шахеды, так называемые иранские дроны. Мы видим ракеты тактической авиации, которые запускаются с самолетов тактической авиации. Мы видим ракеты морского базирования, наземного базирования. Мы видим Искандеры. На самом деле это говорит только о том, что это хорошо скоординированная политика, потому что все эти средства поражения и решения об их применении принимаются на совершенно разных уровнях. То есть фактически Россия шантажирует мировое сообщество возможностью, реальной возможностью создания голода. Атаки российской армии по украинской портовой инфраструктуре в Черном море усилились после того, как Москва вышла из Черноморского зернового соглашения в июле 2023 года. Украина смогла в буквальном смысле отвоевать морской коридор для экспорта своей продукции. Несмотря на войну, Киев остается гарантом глобальной продовольственной безопасности, заявил президент Украины. За более чем год работы нашего экспортного морского коридора было транспортировано уже 70 миллионов тонн грузов. Из украинских портов вышли более 2500 судов. Порты Азии, Африки, Европы и Америки принимают наши украинские грузы. Страны от Египта до Индонезии, от Туниса и Ливии до Индии, от Алжира до Китая получили наше украинское зерно. Владимир Зеленский, президент Украины. В Телеграм. Благодаря инициативе зерно из Украины в Эфиопии, Сомали, Йемене и Судане миллионы людей получили необходимые продукты, подчеркнул Владимир Зеленский. В январе 2024 года Украина вышла на довоенные показатели экспорта по морю, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Эксперты отмечают, достичь таких результатов Киеву помогли партнеры. Украина транспортирует свою продукцию, но не через Черное море, а в территориальных водах, собственно, нашей страны, Румынии, Болгарии и дальше Турции. Считайте, что когда говорим о партнерах, то первая группа – это черноморские страны Румыния, Болгария, Турция. Вторая – это Великобритания, страховые компании, которые позволяли нам это делать. Ну и давайте все-таки добавим третью группу. Это страны, которые предоставляют Украине вооружение, которое помогает нам диктовать условия на Черном море. Российские оккупанты воруют зерно на временно оккупированных российской армии территориях Украины, а потом продают его за рубеж. С начала полномасштабного втражения России в Украину на временно оккупированных территориях Москва украла зерна больше, чем на 723 миллиона долларов, сообщили в офисе генерального прокурора Украины. И это лишь предварительные данные. Андрей Дмитренко для телеканала Фрида.